В 1-8 финала Лиги Европы Спортинг совершил камбэк на Сан-Сира, обыграв Интер 4-1, тем самым общий счет стал 6-4 в пользу Лиссабона. И сегодня нас ожидает заключительная часть клубного сезона за Криштиану Роналду. Очередная симуляция матчей в Лиге Португалии, которые нам не интересны, Спортинг одерживает вверх 2-1. А вот это неплохие новости в преддверии будущих матчей. За счет тренировок Роналду поднял рейтинг до 90. Начинаются международные товарищеские матчи, первый против Мексики и мы его пропускаем. Криштиану в старте и счет 2-0. Следующий матч против Италии, также переходим к результату. Здесь никто не смог отличиться. В Лиге Португалии отрыв от второго места более чем комфортный, 6 очков плюс игра в запасе. Опять команда с 17-го места, это какое-то счастливое число для Спортинга. Я уже сбился со счета, сколько раз играли именно с этим местом. Как итог, Криштиану забивает победный гол на 87-й минуте и Спортинг побеждает 2-1. Ну а у нас впереди Астон Вилла в четверть финале Лиги Европы. Лиссабонский Спортинг едет в Англию. 55-я минута, счет 0-0. Криштиану выходит на правый фланг вместо Фатаву. Первый опасный момент почти за 20 минут игры. Криштиану на Костеланоса и голкипер Астон Виллы спасает. Вот уже Астон Вилла в атаке. Альварес, ух, но тут Тернер на месте. Кварежма выносит мяч. Будет ли контратака? Нет, ну куда ж ты вынес? Ох, как опасно и это руки. Опять все началось с Кварежмы. Аргентинец подходит к мячу, разбегается и удар Тернер спасает. Благодаря Тернеру Спортинг увозит нулевую ничью. А Тоттенхэм, кстати, достаточно неожиданно проиграл 2-0 стандарту. Очередная игра в Лиге Португалии, которую мы пропустили. 0-0 Спортинг не смог одержать верх. Ответная встреча, четверть финала Лиги Европы. Теперь уже Астон Вилла приехала в Лиссабон. И Джованни Кабрал на 28-й минуте открыл счет. И Спортинг ведет 1-0. Он же и уходит на замену на 57-й минуте. Вместо него выходит Криштиану. Винагра в штрафной, подача пошла. Криштиану первый на мяче и иголки пертащит. Марита на Артура, тот видит Криштиану, забегает и возможность пробить. Слишком сильно ударил. Винагра будет первый на мяче, нет Гави его воровывает и Дон забивает. Ошибка Спортинга привела гол у Астон Виллы. Сами себе привезли. Винагра не заметил Гави у себя за спиной. 1-1, продолжается борьба. Криштиану делает отличный заброс на Педро Поро. Никого рядом нет из игроков Астон Виллы. Тот отдает пас на Кастелланоса. 2-1, Спортинг выходит вперед буквально через пару минут. Сразу после розыгрыша мяча. Благодаря отличному забросу Криштиану и своевременной передаче Педро Поро, Кастелланос от штанги вгоняет мяч в сетку ворот. Астон Вилла пытается отыграться. Гложик передача на Фермина в штрафную. Ух, Тернер, молодец. Кастелланос, заброс на Криштиану. Отличная передача в касание. Это выход 1-1 от Винагре. Сможет ли реализовать? Нет, как бездарно пробил в центр. Но тем не менее, Спортинг одерживает верх. И Криштиану со своей командой проходит в полуфинал. А мы возвращаемся в Лигу Португалии, где Спортинг не видит равных для себя. 3-0 легкая победа над Шавашем. Сыграно ровно 30 матчей. И отрыв составляет 7 очков от второго места. И предстоит стыковая игра как раз против Бенфики. Можно сказать, что это матч за титул, ведь если Спортинг выиграет, то Бенфика уже не догонит. 55-я минута, счет 1-0. Криштиану выходит на место форварда вместо Кастелланоса. Сатирис, какая отличная передача на забегающего Педро Пора. Никого рядом нету, это 2-0. Хорош Педро Пора в подключениях в атаку. Прошил голкипера. Вновь Спортинг в атаке. Еще удар, но в этот раз ИСС справляется. Фернандеш на Криштиану удар, но попадает в ручки. Возможность увеличить счет до 3-0. Кто заработал, тот и исполняет. Разбег и поненочка в левый угол. Голкипер мог прыгать, но решил этого не делать. 3-0. Спортинг уверенно берет верх над Бенфикой. Криштиану тут кому-то напихал жестко, но... Спортинг праснует как будто не чемпионство, а просто победу в матче. Хотя вроде как осталось всего 3 игры, отрыв в 10 очков и уже в любом случае, даже если Спортинг проиграет все, то их никто не догонит. Почему не вручили титул, я не очень понимаю. Может быть я упустил какой-то момент. Поэтому приходится играть еще один матч. Это уже точно финальный против Порту, который идет на третьем месте. 0-0.58 минута. Тореми получает мяч, никого нет рядом, удар какой мощный мимо ворот. Винаграя подача в штрафную руки. В этот раз исполнитель Костеланос. Разбег и... тащит голкипер Порту. Ай-яй-яй. Но тут же Криштиану подает в штрафную на того же Костеланос. 1-0. Это даже лучше гола с пенальти, ведь в этот раз у Криштиану есть голевая передача. Ааа, как ты забил? Ну, будем считать, что руки не было. Роналду отличный забросик на Педро Пора. Ух, мог забивать. Порту в атаке. И в этот раз уже руки со стороны Спортинга. Блин, игрок похож на Аруто, но и он реализует момент. 1-1. Порту сравнивает. Тореми, отличная передача пошла в штрафную. Ух, Тернер вытаскивает. Контратака Криштиану. Перед ним один защитник. Он его обходит вообще с легкостью. Защитник мимо него пробежал. Пробрасывает себе вперед. Ну, и это решаться должно. 2-1. 87-я минута Криштиану отличается. От штанги влетает мяч в сетку. У Порту остается очень мало времени. И да, в этот раз уже радуются футболисты Спортинга, потому что их ожидает вручение награды. Победитель Лиги Португалии в этом году. Роналду для этого сделал очень много. Волею судеб в полуфинале нам попалась Бенфика. В этом сезоне слишком часто мы с ними играем. 62-я минута. Счет 0-1. Спортинг пока что проигрывает. Фатава уходит на замену. Криштиану на Костеланос, а тот ему возвращает. И Роналду отталкивает защитника от себя. Врывается в штрафную. Танк обрал один. И это 1-1. Отлично открылся Джованни. И тут без шансов пустые ворота. Бенфика в атаке. Доль не удар. Тернер. Как же он хорош в этом сезоне. Бенфика хочет забить еще один мяч. И что тут произошло? Опять нарушение. Арбитр ставит штрафной. Исполнитель Александр Баррес. Бег. Ииии. Ну какой хороший гол. Попал прямо в уголочек. В притирку со штангой. Тернер не дотянулся. Спортинг пошел в контратаку. Какой отличный заброс от Джованни Кабрала. И никто из защитников Бенфик не отбирает мяч. 2-2. Роналду сравнивает счет. Пас от Кабрала получился великолепный. Ну а Роналду немножко потолкавшись все-таки забил мяч. 2-2. Команды разошлись в ничью. Все будет решаться в ответной встрече. В этом матче Бенфика все-таки имела преимущество по ударам. Но Криштиану лучший игрок матча. Игры в Португалии нас не особо больше интересуют. И Спортинг терпит второе поражение в сезоне. А нас ожидает ответная встреча против Бенфики. Которая в Лиге Европы играет гораздо лучше чем в Лиге Португалии. И опять 1-0. Спортинг проигрывает 58-я минута. Криштиану выходит на позицию форварда вместо Кастелланоса. Чтобы как-то исправить эту ситуацию. Криш правым флангом. Навес штрафную. И нарушение ручки походу опять. Он же подходит к мячу. Разбег. И опять Паненко в левый угол. Одессеат второй раз купился на это. Фатаву оставляет Педро Пора. Ой какой пас пошел. Марита рядом со штангой. Фатаву на Джованни. Ой какой пас на Криштиану. Пробрасывает на ход. Сближается с голкипером. Ой хотел перебросить. Но Кабрал первый на добивании. 81-я минута Спортинг выходит вперед. Роналду мог сам забивать. Но у него не вышло. И спасибо Кабралу. Что он оказался в нужное время в нужном месте. Джованни опять выходит 1-1. И в этот раз Одессеат составляет Бенфику в игре. Но это им не помогло. Спортинг выходит в финал Лиги Европы. 2-1 сложная победа. В этот раз преимущество было явно на стороне Лиссабона. А во втором полуфинале Хуффенхайм одержал верх над Стандартом. Который в свою очередь выбил в четвертьфинале Тоттенхэм. В этом сезоне осталось два матча и оба финалы. Первый против Порту в Кубке Португалии. 1-0 капитан команды уже отличился на 15-й минуте. А Криштиану на 61-й выходит на правый флайк вместо Фатаву. Свеженький Криштиану на широком шаге врывается в штрафную. Обыгрывает защитника. Удар. Ой, чуть не забил. Добивание пошло. Кабрал не попадает. Криштиану на входе в штрафную. Удар. Какая траектория перекладина. Опять Португалец с мечом. Переступы закладывает. Должен забивать. Да, это 2-0. Дополнительная минута уже закончилась. И Роналду ставит точку в этом матче. Обыгрывая защитника Порту. 2-0. Спортинг становится обладателем Кубка Португалии. Но это не главное событие. Проходит пресс-конференция и Криштиану смотрит на тренера с неодобрением. Видимо конфликт имеет место быть. Ну и последняя игра клубного сезона. Повторюсь клубного. Против Хофенхайма из Германии. Глянем на какой строчке они на данный момент идут в Бундеслиге. Ээээ... Что? Их здесь нету? Да ну они даже не в главной лиге. Они являются лидерами 2-го дивизиона Германии. Оооо. Вот это неожиданность. У них есть Вейнанду в полузащите. Но думаю в любом случае недооценивать соперников не нужно. Как-то же они дошли до финала Лиги Европы. И возможно в следующем сезоне в Бундеслиге дадут жару. Педро Поро. Передача на Криштиану. Хилл ту хилл. Защитник перехватывает. Но Роналду у него забирает. Передача в штрафную. Ииии... 1-0. Благодаря невероятным отскокам Спортинг выходит вперед. И в раздевалку закатывает Хофенхайму. И именно Криштиану становится автором гола. Это его пятый мяч в девяти матчах. Спортинг давит. И Криштиану остается один. Ууууу. Тревелла не зашла. И все. Заканчивается встреча. Больше не было опасных моментов. Благодаря единственному мячу Криштиану Роналду. Спортинг становится обладателем Лиги Европы. Завоеванный Еврокубок для Спортинга это достаточно солидно. И Роналду явно вершитель истории этого клуба. Требл в этом сезоне. Немножечко фотографий возле Кубка. А Лигу Чемпионов второй год подряд выигрывает Манчестер. В финале они обыграли в этом году Ювентус 2-0. Обратимся к финальной статистике. Криштиану сыграл ровно 50 игр. Забил 27 мячей. Отдал 15 голевых передач. Средний рейтинг за сезон у него составил 7-37. В Лиге Португалии Спортинг уверенно занял первое место. Отрыв итоговый составил 7 очков. Нас ожидает последняя серия сезона. Это Чемпионат мира. И на этом все. Скоро увидимся.